Озера Алтая вместо Мертвого моря. Чем удивят сибирские курорты? Озера Алтая вместо Мертвого моря. Чем удивят сибирские курорты? Виталий Ковальчук. Большое Яровое озеро на Алтае сравнивают с Мертвым морем в Израиле. Соленая вода, в которой невозможно утонуть, и лечебные грязи привлекают сюда десятки тысяч туристов. Как провести время на пляжном курорте в Сибири, стать гостем в юрте кочевника, увидеть рачков с тремя глазами и почувствовать себя морской звездой в материале РИА Новости. Отдыхающие могут не только купаться в озере, но и прокатиться на паруснике, катамаране или банане. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Мертвое море в Алтайской степи. Яровое находится на западе Алтайского края, недалеко от границы с Казахстаном. Статус города этот населенный пункт получил лишь 26 лет назад. Сейчас там аквапарк, кемпинг, музей и благоустроенная пляжная зона. Яровое. Стело на въезде. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Длина большого Ярового озера 11,5 километра, ширина 8. Соли в воде порядка 110 граммов на литр, что почти в три раза больше, чем в Средиземном море. Хотя это в три раза меньше, чем в Мертвом, там тоже особо не поплаваешь и не побрызгаешься. Из-за высокой плотности вода выталкивает купающегося на поверхность. Можно просто расслабиться и лежать морской звездой, раскинув руки и ноги в стороны. Но недолго. Большое Яровое. Самая удобная поза для купания в озере. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Находиться в воде рекомендуется не дольше, получаяся слишком много тут соли и марганца, натрия, хлора, магния и брома. Соленую корочку, образующуюся на коже после выхода на берег, лучше сразу смыть. Дно песчаное. Растений в озере нет, рыба не водится. Яровое. Пляж ранним утром. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Яровое. Пляж фото из личного архива Виталия Ковальчука. Один, два Яровое. Пляж ранним утром. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. В такой соленой воде выживают лишь красные рачки. Артемия Селина. Размером полтора сантиметра, зато с тремя глазами и одиннадцать парами ног. Именно благодаря этим существам в озере образуется лечебная грязь, которая в местном санатории лечит суставы, позвоночник, кожные и гинекологические заболевания. Яровое. Рачок Артемия Селина. Участвует в образовании лечебной грязи и озера. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Жизнь вокруг причалов. Берега озера довольно крутые и изрезаны оврагами. Но в городе есть два песчаных пляжа. Причал 22 и причал 42. Числа означают автомобильный код Алтайского края и Кемерово регионов, откуда приезжает больше всего туристов. Яровое. Вход на один из пляжей. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Тут кафе, дискотеки, туалеты и душевые кабины. Предлагают прокатиться на банане, яхте, паруснике с алыми парусами, катамаранах, прогулочной борже. Можно полетать на параплане, сделать зарядку с инструктором, попариться в бане и тут же охладиться в озере. Единственный минус нет проката шезлонгов, поэтому отдыхающие приходят с пенками, покрывалами и надувными матрацами. Зарядка на пляже фото из личного архива Виталия Ковальчука. Яровое. У входа на один из пляжей фото, из личного архива Виталия Ковальчука. Большое Яровое. Пляж Озера в час пик фото, из личного архива Виталия Ковальчука. Отдыхающие на пляже озера. Фото, из личного архива Виталия Ковальчука. 1, 4. Зарядка на пляже. Фото, из личного архива Виталия Ковальчука. На берегу стоит здание с вечно дымящейся трубой. Туристы-новички думают, что это местный химзавод На самом деле ТЭЦ, которая, по заверениям местных властей, не загрязняет озеро Теплый ключ и розовое озеро В 10 километрах от города есть пресное озеро Теплый ключ От берега Большого Ярового его отделяет лишь земляная насыпь Так что можно намазаться лечебной грязью, а потом смыть ее в пресном водоеме, желательно с мочалкой Большое Яровое Лечебная грязь озера Фото, из личного архива Виталия Ковальчука А еще в жаркую погоду в степи по дороге на теплый ключ можно увидеть растения перекати поля Туристов приглашают в экскурсии на соседнее розовое озеро, в котором добывают соль Уровень воды ниже колен, так что купаться невозможно И босиком не походишь все дно покрыто салеными кристаллами Розовое озеро Фото, из личного архива Виталия Ковальчука Соль на дне Розового озера Фото, из личного архива Виталия Ковальчука Город Яровое возник вокруг Брамного завода, эвакуированного сюда во время Великой Отечественной войны из Крымского перекопа С достопримечательностями тут небогато, но развлечений хватает Отдыхающие прогуливаются по улице Гагарина, которую по аналогии с московским арбатом называют ярбатом Здесь много ресторанов и кафе, работают уличные художники, мастера по плетению косичек и временным тату Можно взять на прокат велосипеды, гироскутеры, покататься на детском паровозе, попрыгать на батуте Ярбат фото из личного архива Виталия Ковальчука. Ярбат. Выступление оркестра. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. 1, 5. Ярбат. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. У памятника героям Великой Отечественной войны каждый вечер выступает оркестр местного дома культуры. Музыканты не возражают против пожертвований любого размера. Есть парк аттракционов, построенный еще в советское время, летом дают представление передвижной дельфинарии и цирк. Яровое. Парк аттракционов фото, из личного архива Виталия Ковальчука. Яровое. Двор частного дома фото, из личного архива Виталия Ковальчука. Яровое. Развлечение детей после дождя на одной из улиц города. Фото, из личного архива Виталия Ковальчука. Яровое. На улице в частном секторе фото, из личного архива Виталия Ковальчука. 1, 4 Яровое. Парк аттракционов фото, из личного архива Виталия Ковальчука. Если захочется экзотики, можно посетить музей кочевых народов и заглянуть в настоящие урты. А еще тут крупнейший за Уралом аквапарк под открытым небом, в котором 11 горок и 7 бассейнов. Вернуться на главную и вернуться в начало.